Всем привет из Франции! Самое наилучшее пожелание! В общем, у нас тут кошмарная погода Уже дождь льет Дня два, не переставая Я вышла на террасу, чтобы все Поубирать, потому что Ну, наверное, к нам осень Пришла уже так Неожиданно, поскольку Но всегда сентябрь Месяц, как бы до середины А где прямо еще в море купаемся И жара стоит И как бы, ну, дожди начинаются уже Где-то, ну, в середине Ноября туда, до середины Декабря, и то, как бы Два-три дня льет, и потом Опять тепло и солнечно Я вон, одела Джинсовую рубашку, потому что Прохладно, блин, ветер дует На террасе бордель Полный, потому что ночью Была такая гроза, был такой Ливень, в общем, сейчас буду Все разбирать, буду все убирать И Занесла уже Матрас шезлонга Ну, в общем Готовимся к осени Вернее, смотрите Какое чернющее небо Вообще Тучи, просто тучи У меня вот деревце моё Вот это вот Так поломало Даже не знаю, как Вообще, смотрите Вот эти большие Я уже состригла И вот опять Веточка поломанная Ну, короче Это просто ужас какой-то Все у меня Все горшки Поздувало с этого Хорошо, что я ничего туда не засадила Давно и оливковое дерево Не знаю, то ли домой его замести Свечки тоже все поубирались Мы ставим свечечки Вечером, когда ужина И мяткомору Существуют такие специальные Желтые лимонные свечи Вон ветер какой Смотрите, вообще Все дует Черное-черное Все небо Вообще Наверное, сейчас опять будет Гроза Вон, я уже сложила Свой зонтик Завязала его На зиму Убрала матрас Черепицу еще нужно В гараж занести О, птичка пролетела Миленкин тоже гараж Ну, в общем Начинаем готовиться К дождям Поскольку Что-то последнее время Они у нас такие Частые гости Вон, Санютка моя Выскочила Что там, Соня Тебя опять покупать надо Чего ты чешешься Котов тоже обработала Всеми этими средствами Не знаю, не пойму Что-то То ли от шампуня Они чешутся Которые от блох То ли они блох Опять нацепляли Ходят вот на крышу Сейчас я тоже покажу У нас здесь вот крыша идет Смотрите Туда вот Я уже показывала Свою террасу Сейчас я дальше Вот так вот покажу И идет крыша И они вот туда Запрыгивают На эту крышу И через дома 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 Убегают Короче говоря И потом Тики вот как у нас Сбежала Через вот эту крышу Вот они По вот этому Пардеру Террасы Туда И по крыше В другие дома У кого садок есть Боже, как Ветер дует Вообще Как тучи движутся Ничего себе Ну, в общем Будет у нас сегодня Весело я чувствую Такие, как вот Снеговые Прям Не знаю Может с градом будут Ладно Пойду На кухню Пойду дома Что-то поделаю Сам шит Мой потихоньку Начинает Очухиваться Видите В основном Конечно Все еще Желтые листики Но Вот пробиваться Начинают Зелененькие Так что Есть надежда На его восстановление Вот хочу показать Дело в том Что у меня На кухне Появился Конкурент Вот это вот Жаркое Приготовлено От и до Исключительно Моим сыном Невероятно Вкусное Картофель Порезан Ну прям Как в ресторане Кусочек Кусочку В общем Просто Обалденно Так что Видимо Скоро Маму Отправят На пенсию Что у нас Здесь Спрятался Тики Ку-ку Невинное В общем Я любопытная Как вы видите Вытащила Свою Утиную Грудку И решила Посмотреть Как же Она выглядит И заодно Хочу Вам Тоже Ее Показать Вот Ровно Она Неделю У меня Находится На нижней Полке Холодильника Вот так Она у меня В этой Хлопковой Тряпочке Завернута И потихонечку Вялится Вот она Уже такая Вот Как бы Тверденькая Ну Вообще Аромат Какой Девочки Вообще Супер Просто Очень рекомендую Даже Кто сомневался Сразу скажу Что Ну Класс Класс Что Класс То Класс Не могу Дождаться Скорей Вы Еще Это нам Неделя Две Недели Еще Ждать Класс Я думаю Многим Известно Что У нас На юге Франции Самый популярный Сыр Это Козий Как и На Корсике И сегодня Я хотела бы Показать Как Южане Французы Любят Есть Этот Козий Сыр Ну Вот Как вы Видите Я испекла Свежайший Хлеб Он Вообще Невероятно Мягкий И Нарезала Козий Сыр На данный Момент Это Вообще Мой Самый Любимый Козий Сыр Он Как вы Можете Видеть Смотрите Внутри Это Сливочки Просто Он Нежный Он Абсолютно Без Какого-то Постороннего Запаха Это Для тех Кто Не Любит Козий Сыр И Он Просто Тает Во рту Не знаю Мне кажется Из всех Козьих Сыров Вот Этот На мой Взгляд Самый Лучший Так Ну И Собственно Говоря Показываю Как Мы На юге Франции Едим Козий Сыр В общем Нам Нужен Будет Свежайший Багет Затем Мы На него Кладем Кружочек Вот Этого Козьего Сыра Затем Вот Это У меня Тоже Мед Это Подарок Из Украины Который Передали Специально Для моего Мужа Мои Друзья И Сверху Вот Этот Шикарный Мед Вы Берете И Намазываете Вот Так Козий Сыр Совсем Немного Лишь Бы Только Оттенить Вкус Я думаю Вот Столько Будет Достаточно И Затем Вот В таком Вот Виде Вот Такой Бутерброд Подается После Основного Блюда И Перед Десертом Первый год Как только я сюда Переехала Я покупала Сгущенку В русском Магазине И Потом Мне Посоветовали Покупать Вернее Как Искать Сгущенное Молоко В отделах Где продают Варенье Конфитюр И Вот так Вот это Выглядит Вот это Называется Оно Конфит Дюле То есть Конфитюр Из Молока Это Вареная Сгущенка И Вот такое Молочко Я покупаю Для тортиков Вот взяла Две баночки Поскольку Буду Готовить Торт Не знаю Еще То ли Медовик То ли Наполеон Но что-то Обязательно Приготовлю Девчонки Которые Недавно Переехали Во Францию Думаю Эта информация Для вас Будет полезной Так что Если Решите Испечь Какой-то Вкусный Тортик То смело Идите В тот Отдел Где Продается Варенье Еще Вместе С Вареньем Из молочка Я Купила Вот такой Сиропчик Это Кленовый Сироп Думаю Более Он известен Жителям Америки Канады Поскольку У нас Это импортный Сиропчик Это не наш Он Прибыл К нам Из Канады Так что Год на завтрак Моему сынульке К оладушкам И ликвенским Вафлям Вот такой Сиропчик Я же Его добавляю Совсем Чуточку В фруктовые Солом Мы с Миленкой После садика Зашли на Детскую Площадочку И Пытаюсь Оседлать Вот эту Огромную Более Королку Но Тише Не кричи Ужасный Ветер Все те же Жуткие Черные Тучи Осторожно Держись 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 Сейчас Немножко Погуляем Да будем Собираться Уже Домой Идти Да Стрекозаты Наша Мы Сегодня Одеты Вообще По-смешному Калам Докор Жарил Вот так Да Сладенький Фото Сегодня вечером Решила Нафаршировать Блинчиков Сделаю С мясным Фаршем Вот у меня Такая стопка Блинчиков Не знаю Сколько Не считала Он сейчас Миленко Придет Мне помогать И вот Вот такой Фарш Я приготовила У меня Здесь Мясо Лук Морковь Рис Петрушечка И укропчик Ну и Начинаю Исправляться И снова Как бы Понемножечку Возобновляю Свою сырную Историю Рассказываю Про французские Сыры И показываю Что они С себя представляют Вот это Вот такой Творожный сыр Смотрите Он как Творог И внутри И находятся Оливочки Вот видите Вот оливки И Ситрон Ситрон Это лимон Он такой Немножко Аромат Вообще Такого Свежести Как будто В нем Цедра лимона И по вкусу Вот он Такой Творожочек И как бы С оливочками Настолько Пикантный Настолько Классный Здесь Вообще 0% Жирности И Как бы Вот такой Сырочек Я стала Использовать Как Ну Для бутербродиков Или На завтрак Или Вот как На сухарики Типа Как на крекеры Но они здесь Не крекеры А называются Крутоны Или на вот эти Крутоны Намазываю Очень классно Подходит Как для завтрака Как для перекуса Ну А сегодня Мое семейство Будет лопать блины А я себе Так скромненько Оставила Один блинчик И намажу Сейчас Вот этим Вот сырочком Вам всем Мои дорогие Большое спасибо Что вы провели Этот день Со мной И до новых встреч На моем канале Пока Пока Субтитры Субтитры